Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Я тебе сказал! Не знаю, как сказать, учитывая рост цен. Это все бесполезно! Народное мнение! 12 часов и 3 минуты в Кирове. Это передача «Народное мнение», программа, в которой каждый из вас может свободно высказать свою позицию, свою точку зрения по заявленной теме. У микрофона Владимир Сметанин, мой соведущий Александр Грислис, журналист газеты «Источник новостей». Александр, приветствую тебя! Добрый день всем! 1 июня сегодня, Международный день защиты детей. Сразу же хочу тебя спросить, как ты относишься к тому, что эту дату называют праздником, и зачастую широко призывают ее отмечать, дарить подарки, устраивать какие-то торжества. Не задумывался над этим вопросом? Ну, я думаю, что это хорошо. Дарить подарки никогда не поздно. А я вот ежегодно в Международный день защиты детей задаюсь вопросом, насколько правомерно считать все-таки эту дату праздником и широко ее отмечать. Потому что, если окунуться в историю, то когда создавался, когда был учрежден Международный день защиты детей, это было 70 с лишним лет назад, все-таки он был направлен на то, что в первую очередь внимание привлечь к проблемам и бедам подрастающего поколения на всей планете. Ну, а проблем, как известно, хватает. Если даже про нашу страну говорить, сколько ежегодно у нас бесследно детей пропадает, огромные цифры, если статистику посмотреть, сколько детей тяжело болеют, и государство не в силах оказать им эффективную помощь, и так далее, и тому подобное. В общем, проблем... Сейчас, к сожалению, ты прав, слово «защита» из названия этого праздника ушло. В общем, я бы призывал все-таки с осторожностью подходить именно к такой трактовке Международного дня защиты детей. Немножко микрофон поправь у себя, да, вот, и шнурочек, который к нему идет, потому что есть какой-то фон небольшой, да. Мы... Пора нам сосредоточиться на нашем городе, да. Одна из проблем, которая преследует нас из в год до в год, это питание детей в школах и детских садах. Если говорить мягко, очень мягко, тут далеко не все гладко. Масса претензий со стороны ребят и родительского сообщества. И этой теме в первые недели работы в Кировской области уделил внимание в Рио губернатора нашего региона Александр Соколов. Он побывал в 26-й школе, как известно, о чем он разместил пост в своем телеграм-канале. С удовольствием отобедал в столовой 26-й школы, купил котлету и пюре и назвал эту еду вкусной, домашней. И этот пост вызвал немало комментариев в телеграм-канале временно исполняющего обязанности губернатора. Там много и негативных высказываний. Но мы сегодня, я думаю, немножко озвучим из того, что там было написано. Но если говорить в общем и целом, то многие родители спешили упрекнуть Александра Валентиновича в том, что если бы этот приезд в 26-ю школу был заранее не запланирован, то, возможно, было бы иначе все. Если обратить внимание на другие школы, на те школы, которые уже работают много десятилетий, то там все намного хуже. И еда зачастую холодная, и разнообразия нет в блюдах. В общем, проблем масса. Затем было дано поручение главе администрации нашего города Дмитрию Осипову организовать выезд чиновников и родителей на комбинат продовольствия и социального питания. То место, откуда еда доставляется в детские сады и школы нашего города. Чуть позже мы поговорим подробнее об этой поездке с представительницей движения «Родительский контроль». Потому что официальная позиция, официальная информация, которая была дана по поводу этого выезда из официальных источников, ну да, там достаточно все гладко. Тише да гладь, можно сказать. Да, проблемы есть, болевые точки выявлены, но ничего не будет мешать тому, чтобы эти проблемы были решены. Ну а теперь сразу же предлагаю послушать, что по поводу питания в школах и детских садах думают жители нашего города. Собственно, это и тема сегодняшнего «Народного мнения». 211-101, номер нашего прямого эфира, сообщения, а также сообщения в популярных мессенджерах принимаются на номер 8-900-9-700-20-101-0. Чуть позже мы начнем принимать звонки. Ваши дети учатся в школе, ходят в детский сад или ваши внуки, внучки. Испытываете ли вы проблемы с детским питанием, с качеством питания? Все ли дети едят, все ли им нравится? Ну а мы с Александром буквально позавчера вышли на Театральную площадь и те же самые вопросы задавали прохожим. Естественно, сразу надо сказать, что напрямую обращаться к, если говорить по закону, несовершеннолетним мы не имеем права, потому что у наших средств массовой информации существует определенное возрастное ограничение, так ведь? Да, ну и во-вторых, по закону все-таки дети, подростки должны общаться с представителями СМИ только в присутствии своих законных представителей, которыми являются родителями. Поэтому мы нашли выход. Мы в первую очередь искали родителей, бабушек, которые гуляют со своими детьми, и обращались непосредственно к ним, то есть к взрослым людям, либо обращались уже к студентам, которые недавно закончили школу, и вот какие у них воспоминания остались о школьном питании. Традиционно спрашиваю, Александр, подтвердились ли твои ожидания, надежды? Ну, честно говоря, было не с чем было сравнить, потому что своих детей у меня пока нет. Как меня в кормили в школе, я, честно говоря, уже подзабыл, потому что уже 25 лет нынче выпуска. У меня самые приятные воспоминания остались. Я заканчивал сельскую школу, у нас был свой приусадебный огромный участок, и мы сами, школьники, выращивали самые необходимые овощи, картошку, капусту, морковку и так далее. Ну, я точно помню, что, как минимум, претензий к питанию в школе у меня не было. Ну, а сейчас, да, собственно, послушаем, что отвечали кировчане в нашем опросе. Опрос, видеоверсия этого опроса размещена традиционно в группе нашей радиостанции ВКонтакте, и в группе ВКонтакте газеты «Источник новостей». Можете прямо сейчас зайти и посмотреть. Ну, а сейчас услышим, потому что у нас радио, услышим то, что у нас получилось. Вы, как человек, который не так давно школу закончил, как у вас в школе кормили? Ну, в целом нормально, и как бы не так дорого было, то есть, но можно было бы и получше. А что не нравилось? Холодное? Разнообразия нет там? Разнообразие, в принципе, там только пицца, пирожки, горячие, что там и все, больше ничего такого не было. Ну, и там школа такая не особо хорошая, то есть, как бы маленькая была, 33-е. В Коминтерне, да? Да, в Коминтерне. Я знаю, что в садике очень плохо кормят, потому что вот мы сами, как я к сестре приходила, был день матери, у меня мама не смогла, я приходила к сестре, и там просто нам дали запеканку, потому что детей уже покремили, типа, вот такие, попробуйте запеканку. Я ее взяла, я в роду ссунула и просто выплюнула. Вот это было самое ужасное. А у меня такие воспоминания хорошие были с садика, как я помню, там была такая вкусная запеканка, из макаронтов, из моркови, из картошки. Да, наше детство вспоминается это вкусно. А в школе как? Нормально было? И пытаемся выяснить ситуацию со школьным питанием. Есть ли у вас дети? Ну, мы еще ходим в детский сад. В детский сад. Кстати, в детском саде как кормят, на ваш взгляд? Хорошо. Ребенку нравится все? Да, все хорошо. Ну, раньше нормально вроде кормили, но это было лет пять назад, сорок, какая-то, восьмая школа. Как от заведующей столовой, наверное, все зависит, как их в магазине. Как кормят? Есть ли жалобы? Разнообразно, дарить, что хорошо? Ну, у нас вот нет, не было жалобы. Не было жалобы? Нет, вроде нормально. Да, но они почему-то не едят сами. Класса, руководители, сколько зря они, что это самое, атака разнообразная, иногда рыбу дают, сардельки, да? Ваши дети жаловались на школьное питание? Что-то было плохо, холодное, нет разнообразия или что-то может быть? Ну, жаловались, конечно, то, что там и разнообразия нет, и хотелось чего-то такого вкусненького. Ну, так, не могу сказать, что очень сильно по этому поводу переживали. Жалобы есть, он жалуется. Но... Интернета нет. Интернета нет. Интернета нет, в столовой. Да, 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 да. Нет, ну они не все, в такой возраст, что не все едят еще. Ну, субъективное такое мнение, да, что-то не понравилось. Ну, пару раз вот ест, да, что-то пюре, пюре, котлетка, ну, и питье. Ну, сок в основном. А рис, ну, суховат. Суховат, вот, ну, минусы есть. Ну, хотелось бы, в общем, чтобы лучше было. Да. Знаете, мы учились в 28-й школе, и там был проект по здоровому питанию. В общем, мы были очень довольны. Готовила школьная столовая. То есть не было вот этого комбината школьного питания, когда приводят продукты. Но мы были очень довольны. Нет, я имею в виду качество, холодное, горячее, разнообразие блюд. Тепленькое. 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 Ну, разнообразие маленькое было. Я помню, что спрашивала ее, она все время говорит, рыбная котлета, куриная котлета, рыбная котлета, куриная. Это как в самолете, да, курица, рыба, что вы будете. Да. Были жалобы со стороны детей? У меня она ест очень мало, поэтому жалоб с моей стороны не было. Не было, не было. То есть особых проблем с питанием в школе не было? Нет. А мы вот раньше не жаловались. Нет. Бегать. Вы чувствуете, что к вам дети часто бегают за чем-то вкусненьким таким? Ну, конечно, потому что это вы первые. Продукция-то у нас вот именно, она больше для детей. А пряники любят с детства, испоконвяков. Они не из-за того, что они голодные там в школе, а просто им это нравится. У вас какие впечатления от школьного питания остались? Я никогда не ела со всеми, потому что это было невкусно. Какие-то конкретные блюда или вообще ничего не устраивает? Ну, на самом деле, мне практически все не нравилось. Я там ела только гречу. Вот, макароны всегда были переваренные, котлеты были какие-то... Склизкие. Да, вот, тут потрясающее описание. Чай там какой-нибудь холодный с сахаром, вообще кошмар. Очевидно, что из пакетика заваренный. Ну, моя, как это сказать-то, амбициозная душа такого не принимала. Я с собой носила, либо покупала что-нибудь, типа, ну, гречи, которую сложно испортить. В общем, такие печальные воспоминания в целом о школьном питании. Ну, так, в среднем по району, да. В среднем по району. Народное мнение. А как ваших детей, как ваших внуков, или, может быть, детей ваших близких родственников, друзей, знакомых, если вы владеете ситуацией, кормят сейчас в детских садах и школах 211-101, номер нашего прямого эфира, давайте общаться, номер для сообщений и традиционных СМС и сообщений в мессенджерах 8909-720-101 и 0. Хочу сейчас, вернее, не один, Александр Грислис тоже, видимо, зачитать несколько комментариев из телеграм-канала временно исполняющего обязанности главы нашего региона Александра Соколова. То есть, те претензии, которые предъявили люди после поста о том, что в столовой 26-й школы все в порядке, все просто идеально с питанием школьников, все вкусно и по-домашнему. Ну, вот один из пользователей задается вопросом, Марина, школу попроще было проверить слабо и без предупреждения. Действительно, есть, наверное, в этом толк внезапно заехать в любую попавшуюся школу и зайти в столовую. Вот школы на Мостовицкой 15 еще нет, значит, и столовая нет. Следующий комментарий. Сходить в 45-ю школу, почувствуйте контраст. Видимо, не все так хорошо, как в новой школе. Посетите 24-ю школу, посмотрите, как учатся там ребята. Очень много учеников, места не хватает. Кто-то высказал предположение о том, что котлету, исполняющему обязанности губернатора специально из ресторана, привезли. Такие визиты всегда известны, и все готовится и называется всей этой показухой. Это Елизавета написала в свой комментарий. В общем, много таких придирчивых, критических высказываний. Не знаю, во что это все выльется, но тут надо вспомнить, что вообще сферу питания школьников и воспитанников детских садов в нашем городе сотрясают какие-то скандалы. Саша, давай вот хотя бы последний год вспомним. Помнишь знаменитая история про отмывание котлет? Ну, история, как отмывали котлеты от пюре. Да, да, да. Это, если не ошибаюсь, информация и видео соответствующее появилось в пабликах, а затем оно было распространено не только в кировских, но и в российских СМИ. Это 1 апреля. Я сначала это воспринял как, естественно, первоапрельскую шутку. Нет, оказалось, это вовсе даже не шутка. Все намного печальнее. Но пользователи тогда предположили, что котлеты отмывают от пюре с целью повторно их принести детям. Да, речь шла о первой смене. Первая смена закончилась, и для того, чтобы ребята, которые приходят учиться во вторую смену, якобы смогли съесть эти котлеты. Интересный комментарий дала впоследствии городская администрация. Помнишь, чем это все закончилось? Администрация прокомментировала эту историю так, что работница школьной столовой отмывала котлеты для того, чтобы унести себе домой. В связи с тяжелым финансовым положением она носила домой, но ни в коем случае не для детей, не для второй смены. Да, якобы не хотели это все снова пускать в ход, не хотели кормить детей. Там еще, помню, в сообщении администрации говорилось о том, что молодые родственники этой женщины, увы, находятся сейчас временно без работы. Денег в семье не хватает. Соответственно, хоть какая-то поддержка с помощью этих котлет. Дисциплинарное взыскание было вынесено. Да, в виде еды. Я, честно говоря, уже не очень припоминаю, чем это дело закончилось, но кадровые решения были приняты, на мой взгляд. Буквально через несколько месяцев разразилась история с шоколадом. Шоколадки, которые закупали по цене вдвое выше, чем... Или даже больше, чем в два раза выше. Я активно эту тему будировал депутат городской думы Денис Ерохин. И он выяснил, что 4 миллиона рублей администрация переплатила за эти шоколадки. Аленка, если не ошибаюсь. В общем, закупили их по 70 рублей за штуку почти что. Хотя у производителя фабрика, если не ошибаюсь, Красная Октябрь, они за 30 рублей можно было купить. И в рознице этот шоколад продавался за 50. Вот еще один скандал. Потом снова, как снежный ком, еще сведения о том, что в твороге, который поставлялся в детские сады, было обнаружено превышение то ли в 3, то ли в 6 раз болезнетворных, ну, вредных для организма... Бактерий. Бактерий. Я сейчас не берусь утверждать, что это была кишечная палочка, потому что этим должны специалисты заниматься. Я что-то не припомню, что там действительно была кишечная палочка выявлена. Но вот так или иначе, употреблять этот творог нельзя было в любом случае. Плюс истории регулярные о том, что для комбината у нас питание закупается молоко, и потом выясняется, что оно не соответствует требованиям. Да, этот пресловутый 44-й федеральный закон о закупках, когда побеждает поставщик, который назначает минимальную цену. И молочка у нас зачастую, я не знаю, как сейчас, но, видимо, ситуация остается. И такой закупается и привозится из других регионов. И родители недоумевают, почему наш регион с таким прекрасным развитым молочным производством не может поставлять свою продукцию в детские сады и школы. В общем, расторгались контракты с этими поставщиками. Поставщики выносились в черный список, и с ними больше нельзя сотрудничать. Не только у нас, но и в других городах, насколько я понимаю. С мясом тоже была история на этом же комбинате продовольственного питания. Про мясо не припомню. Это было, по-моему, два года назад, когда пришли родители, в том числе, и начали внимательно разглядывать расфасованное мясо, говядина, если не ошибаюсь, и увидели. В общем, все это свелось к тому, что поставленная продукция не соответствует заявленным требованиям. Что-то там у него жилистость была очень большая. То есть частицы мяса, которые невозможно, тем более, детям употреблять в пищу. В общем, проблем очень много. Давайте поговорим об этом сегодня, в Международный день защиты детей. Как у вас обстоят дела с питанием, если ваш ребенок посещает школу, детский сад? Всем ли вы довольны? Ну, давайте собирайте положительные тоже мнения. Конечно, мы открыты для всех. 211-101, прямой эфир и номер для сообщений, в том числе и в мессенджерах, 8909-720-101. И, кстати, в Рио губернатора Александра Соколова не один пост уже посвящен этой теме. И состоялась у него встреча с, в том числе, главой администрации города Кирова Дмитрием Осиповым. Мне удалось вычленить авудиодорожку, так уж профессиональным языком выражаясь, из этой встречи. Чуть позже, я думаю, что мы послушаем, о чем же они так там договорились. Но мне показалось, довольно в таких осторожных и мягких тонах временно исполняющий обязанности главы посоветовал главе администрации областного центра решить проблему с качеством школьного питания в ближайшее время. И все это уже будет происходить, понятное дело, в следующем учебном году. Сейчас у нас на связи Татьяна Чуянова. Это представительница общественного движения «Родительский контроль». Татьяна вместе со своими коллегами и единомышленниками как раз-таки вот на днях посетила этот комбинат питания и своими глазами увидела, что сейчас там происходит. Татьяна, добрый день. Добрый день. Да, Татьяна, официальная информация, которая в том числе от администрации города поступила, ну, она достаточно обтекаемая, мягкая. Вроде как проблемы есть, но есть все шансы их решить в ближайшее время. В общем, давайте сейчас то, что вы увидели сами воочию. Да, есть с чем сравнить. Экскурсия на комбинат питания с депутатами городской думы была буквально два года назад. Мы были с ними на этом же складе. И вот прошло два года, и есть с чем даже сравнивать. Состояние, конечно, удручающее. Ничего позитивного я там не увидела. Все предложения, которые были направлены директору комбината питания просто от души и прямо со всеми разжеванными нормами, санпинами, требованиям, нормативки, были посланы тоже. Вот я смотрю, подняла письмо 19 мая 2020 года. И вы знаете, вот этот список практически весь можно адресовать сегодня снова. Ну, давайте вот основные хотя бы самые выпиющие, возможно, самые неприглядные стороны. Ну, самые выпиющие то, что сегодня технический регламент диктует предприятию такого риска работать по программе ХАСП. Программы ХАСП нет, есть старенькая программа производственного контроля, которую неоднократно было, чтобы ознакомиться с ней. А поясните, пожалуйста, для тех, кто не очень понимает, что такое. Это вот программа, через которую проходят все продукты, да, они фиксируются там? Нет, которая проходит все продукты, это программа Меркурия, вы имеете в виду, которая выгасится ветеринарное свидетельство там и отслеживается вплоть до того, что биологические все продукты от коровы до стола. Вот это программа Меркурия. А есть программа ХАСП, это прописанная программа специально для производства пищевого, в которой, в принципе, должны работать сегодня даже те кафешки, которые находятся в нашем городе. Общепит. Да, есть общепит. Вот, в нем прописано все от режимов, кто, как, какой компетенции, все точки контроля, какие журналы, что делается, как делается, обрабатывается, чем и как, как часто, какие пробы. Вот на сегодняшний день этой программы нет. Соответственно, если нет ее, значит, нет должного присмотра за этим всем, да? Есть программа производственного контроля, то есть это старый, савдеповский, можно сказать, образец этой программы ХАСП, но его, например, мне никто не дал. Говорят, что она где-то есть, говорят, все пришлют, но ее нет. На сегодняшний день меня с ней не ознакомят. Любопытно. Неоднократно. В любом случае, законом предусматривается, что эта вещь, она должна быть. Конечно. Должна. И контроль этого предприятия как раз осуществляется по тем точкам контроля, которые в нем прописаны. Угу. Так, далее. На сегодняшний день программу ХАСП, даже если взять с ее требованием к клиническим регламентам, прописать для складов комбината питания невозможно. Чем это чревато, вот если перейти уже к таким обыденным, понятным вещам? Если этого нет, то что? Какие последствия? Если этого нет, значит, нужно кардинально менять подход к детскому питанию. То есть, если это складской комплекс, если комбинат питания будет жить как таковой, как юридическое лицо, значит, он должен существовать немножко в других условиях. Это здание, оно изначально не подходит под склад. Оно никак не может быть складом в новых реальностях, в новых требованиях. И нужно кардинально что-то менять. Где оно находится? Напомните, пожалуйста. Диженского, 44. Это красная линия нашей городской достаточно насыщенной улицы. Это здание интересно коммерческим каким-то предприятиям. Вот, я считаю, что за такие... Если это здание продать, а купить нормальный склад где-нибудь на окраине, это мы останемся еще даже в плюсе. Вот в чем дело. Это будет выгодное приобретение, да? Конечно. Будет выгодное приобретение и коммерция будет рада, и мы получим муниципальное, хорошее логистическое предприятие, которое может уже существовать в новых реалиях. Это одно из наших предложений, что с этим можно сделать. Какие еще нюансы, какие еще огрехи там были в вами замечены? Ну, меня удивила компетенция сотрудников, которые там работают, их санитарная одежда, подход к делу. То есть, когда были замечания по поводу того, что вы не можете делить производственную упаковку, они до сих пор, по моему мнению, делятся, потому что я не вижу смысла, зачем ее вскрывать, производственную упаковку, если вы ее не делите. Отправлять плитами целыми замороженную мясо и рыбу кратно потребности детских садов они тоже не могут, потому что рыба в плите – это кратно 10, 15, 20 килограмм. А потребности детских садов, они немного более точные. То есть, и пакеты, крафт-пакеты с рыбкой вскрытые были обнаружены. И мясо в производственной упаковке вскрытое в пакете, который ничем не запаян, никак не заделан, было тоже нам представлено. Санитарная одежда, конечно, вообще оставляет желать лучшего, как в прошлый раз, два года назад, задавались вопросы о обработке санитарной одежды, прачка есть, договор какой-то есть, как вы ее обрабатываете, то есть за сегодняшний день. Компетентные, в скобочках, сотрудники признали, что мы просто в конце дня вешаем ее в шкафчик и все. То есть, она визуально грязная, да, вызывает такие подозрения? Она визуально, не знаю, каких годов купленная, потому что они все в разношерстно-санитарной одежде. Она, на самом деле, даже визуальная, не хороша и не чиста. И признание же своих сотрудников о том, что мы ее не обрабатываем ежедневно никак, абсолютно, мы ее вешаем в шкафчик, оно вообще, ребята, вы же сами себя сейчас закопали. Ну да, естественно, размножение бактерий всевозможных и так далее. Да, то есть это такие прописные истины санитарных требований, которые сотрудники, не знаю по какой причине, но они, возможно, забыли, возможно, растерялись этим вопросом. Таких вопросов по остаточным срокам хранения, по режимам холодильных камер, которые достаточно для меня, например, странные были. Тоже заставили их врасплох, и я не получила компетентного какого-то. А что именно? Какой-то конкретный, у какого-то конкретного продукта температурный режим хранения вас не устроил? Ну да, вот у нас склад, он для чего? Для того, чтобы осуществить какую-то логистическую разброс товара по точкам. Стоит яйцо, яйцо пришло как раз накануне, оно уже с более недельным сроком по заявке производителя на этикетке. Оно хранится в складской температуре примерно 18-20 градусов, а есть у нас холодильные мощности, и поставив яйцо в холодильные мощности, мы можем сохранить его более длительный срок хранения, достичь ему. Зачем оно стоит в такой температуре, если есть другие мощности? Непонятно. Сгущённое молоко на холодильной камере, на двери написано плюс 11, плюс 23. Хотя на этикетке производителя чётко и ясно указаны сроки и температурный режим хранения этого продукта. Почему на холодильной камере допустим температуру 20 градусов? Для чего она, если даже производитель её не заявляет? И как она будет влиять на срок годности этого товара? Этим, видимо, на складах никто не задаётся с такими вопросами. Татьяна, а общая чистота, порядок в этом учреждении, он у вас не вызвал в этот раз каких-то подозрений, сомнений? Как вообще они следятся, убираются? Помещения, конечно, давно без ремонта. Там вскрытые полы, открытый бетон, выкрашенная крошка плитки, стены вплоть до того, что выбиты до кирпича. Странные, конечно, помещения для сотрудников, для отдыха сотрудников. То есть это сдвинутые шкафы. И там просто в уголочке так вот отдыхают экспедиторы, которые, в принципе, при нашем визите выгнали на улицу бедных. Чтобы они не позволили глаза вам, да? Скорее всего, да. Потому что, наверное, и к ним будут какие-то вопросы. Ну, возможно, стараются. Возможно, убираются. Но вот опять же, ни санитарных журналов обработки, ни инвентаря, ни инструкции, которые должны быть на пищевом производстве, не были представлены. Татьяна, а что касается сроков годности, вам удалось изучить упаковку, посмотреть, сверить? Традиционно у вас есть? Да, нам показали масло, нам показали сыр. Производители тернур сыр и масло русско-сельское. Сроки годности были в норме. Санитарные режимы хранения были в норме. Например, попросили курицу, показать не показали. Санитарные книжки не показали. Санитарные книжки не показали. Да, сказали, что это персональные данные. Возможно, я с этим даже соглашусь, но как есть такие. Многие родители уже долгое время в Кирове недоумевают, почему мы не можем кормить детей нашей собственной продукцией, в том числе молочкой, почему мы закупаем ее из других регионов, у других поставщиков. Ну, понятное дело, закон о закупках, кто дешевле, тот и выиграл. Но вот эта проблема никак не сдвигается. Нет, к этой проблеме тоже был особый подход и было говорено уже на разных уровнях о том, что нужно заканчивать работать в 44-м законе по прямому вывозному назначению. Есть у нас тема конкурсов, когда возможно открыть путь не самой дешевой цене, а самому качественному товару. Но этой работой должен кто-то заниматься. Должен кто-то заниматься грамотно. Видимо, этих сотрудников до сих пор нет. И, поскольку мы общаемся с нашими поставщиками, особенно молочной промышленности, молочной продукции, вы знаете, загадочные вещи происходят, когда в пятницу скидывается коммерческое предложение на поставку огромного количества, например, йогурта к понедельнику к 8 утра. Загадочно, действительно. Почему предприятия даже за пределами нашей области берут охотно эти заказы, но остается загадкой. Несмотря на то, что это надо все доставлять, соблюдать режим транспортировки, хранения. Да, и большие вопросы как раз по поводу приема таких поставщиков на наших складах комбината питания. То есть опломбировка вызвала большое недоумение. Как вы отслеживаете температурный режим и санитарные машины поставщиков тоже вызвало недоумение. А что нужно было? Ну, просто удивительные вещи. Татьяна, еще вопросы? Да-да-да, говорить. Это как бы ничего веселого в этом нет. Потому что об этом уже говорили. Об этом уже писали. Уже говорили, как это нужно делать. И если до сих пор это не сделано, прошло два года. Это печаль. Это прям печаль. Да. Татьяна, еще один вопрос. Если помониторить ситуацию... Татьяна, еще один вопрос. Да, если помониторить ситуацию по другим городам. Сейчас власти, в том числе больших мегаполисов, решают проблему поддорожавших продуктов, да. Которые используются при приготовлении блюд для школ и детских садов. Вот где-то уже разговоры идут о том, что может быть на более дешевую пищу перейти. У нас, как вы думаете, возникнет эта проблема, эта ситуация, что нам тоже придется порешать? Ну, на сегодняшний день попытки удешевить детское меню, например, в детских садах, были предприняты. Для меня тоже загадочным образом у трясенного уже распотребованного варианта меню, у десятидневного, унифицированного для всего города, исчезли, например, эти же кисели, которые очень так пробивались с трудом. В целях, я так понимаю, экономии финансовых средств родителей, потому что мы не можем закупать за такие деньги, еще и свежие ягоды, чтобы варить эти кисели. Есть попытки, но они, опять же, попытки чьи? Есть у нас прекрасная организация, это Кировский, могу ошибаться, как они сейчас правильно называются, пищевой колледж, техникум сервиса на Московской. Там учат технологов пищевой промышленности. С директором этого учреждения мы разговаривали. Мне дано было четкое понимание того, что именно эта работа этих деток, она вообще может нам сыграть такую прекрасную услугу, именно эти технологи, которые воспитываются в стенах этого учебного заведения, могут нам сделать большой интеллектуальный труд в рамках курсовой работы или дипломной работы по созданию меню для особенных детей с пищевыми определенными какими-то расстройствами или особенностями питания, для возрастной категории разной. Татьяна, я прошу прощения, просто у нас время рекламы небольшое подходит. Вы можете немножко, 30 секунд буквально, побыть на телефоне, пока реклама пройдет, и мы продолжим разговор. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Продолжается передача «Народное мнение». Татьяна Чаянова, представительница общественного движения «Родительский контроль». Татьяна, вы на связи с нами? Да, я на связи. Да, подводя итог, время очень бежит. Вы как-то начали с очень таких негативных красок. Вообще надежды никакой нет, что ли, получается на улучшение в этой сфере. У нас полно в нашем городе ресурсов исправить ситуацию. Полно. Лишь бы было желание ее исправлять. Правда, за дело не случайно. Вятский государственный колледж профессиональных технологий управления сервисов подглядела, как они правильно называют. Там замечательные сотрудники, замечательные дети воспитываются. Выходят специалисты высокого класса. У нас есть в нашем мединституте факультеты экспертизы товароведения, где тоже выпускаются дети специалисты достаточно хорошей подготовки уровнем. И у нас очень много людей уже с опытом работ в пищеблоках, в пищевой промышленности. У нас есть люди с ветеринарным образованием, сельхозакадемии. Университет. У нас полно и ресурсов, и людских, и промышленных, и желаний строить эту ситуацию. Мы написали в своей группе предложение. Так, очень тезисно, чтобы какой путь выхода из кризиса будет желание, если услышать, это все более подробно, за каким-то круглым столом. Желательно, конечно, с надзорными органами. И можно выработать антикризисное какое-то ручное управление, выводы предприятий из такого... Из такого положения, из такой ситуации, да. Спасибо за такой комментарий, достаточно обширный. Спасибо Татьяну Тичуянову, представительнице общественного движения «Родительский контроль», была с нами на связи. 211-101, вы еще можете успеть дозвониться и поведать свою ситуацию, свою историю. Как и ваших детей в школе детских или в детском садике кормят детей или внуков, если вы уже достаточно взрослый человек 211-101. Вот несколько тезисов, собственно, со встречи временно исполняющего обязанности губернатора нашего региона Александра Соколова с главой администрации Кирова Дмитрием Осиповым по поводу детского питания. У тебя тоже, наверное, Александр, они перед глазами, вернее, да? Да. Признана проблема, во-первых, что еду подают холодной, да, бывает такое, да, и однообразное питание. И пишет Соколов о том, что 10-дневное меню необходимо пересмотреть. А еще проведут анкетирование родителей этим летом. Да. Ну, не знаю, насколько... А предмет того, чтобы они хотели видеть в рационе, может быть, детей надо спрашивать, а не родителей? Ну, вот тоже интересный, да, вопрос. Ну, и второе замечание, это, не знаю, насколько подходящее время года или лета для того, чтобы этими вещами заниматься, потому что многие все-таки стремятся отдохнуть, куда-то поехать. Как собрать-то мнение? К тому же, если еще и погода хорошая, то это все, конечно, на результативность этого опроса не очень, видимо, хорошо скажется. У нас на связи сейчас Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Владимир Валерьевич, приветствую вас. Добрый день. Добрый день. Буквально у нас 5-6 минут. По линии уполномоченного по правам ребенка, как известно, ежегодно фиксируются нюансы, проблемы, связанные с школьным питанием, питанием в детских садах. Я знаю, мы с вами уже разговаривали. В прошлые годы на этот счет вы говорили о таких проблемах, как и нарушение температурного режима, да, хранение продуктов, и где-то старое оборудование на пищеблоках, отсутствие документов, необходимых у персонала. За последний год, Владимир Валерьевич, как ситуация изменилась? По-прежнему много жалоб на эту сферу? Да, но если, Владимир, 5-6 минут у нас есть, я так буду очень кратко. Да, да. По-прежнему большое количество нарушений мы выявляем. Мы месяц назад представили ежегодный доклад, законодательное собрание направили к губернатору нашу. И в этом докладе мы в этом году были вынуждены питание детей в школах и детских садах вынести вообще в отдельный раздел доклада. Большой. С фотографиями, с таблицами, с цифрами. И все проблемы, которые есть, вы можете увидеть, он есть в электронном виде у нас на сайте, выложен. Вкратце, мы лично с сотрудниками проехали в прошлый год 132 учреждения. То есть это вот когда там комментарий был из родителей в школу подальше и без предупреждения. Это вот как раз наш случай. И 55 учреждений отдельно у нас было, в том числе по мониторингу питания. То есть, ну, в целом вот 132 пищеблока мы посетили сами. Если говорить, то, как и в предыдущие годы, у нас там даже просроченные продукты мы выявляем в каждом, там, либо в пятом, либо в третьем учреждении в школе и детском саду. Нарушение условий охранения и соблюдения именаторного режима. И то, что еще нас очень начало волновать и настораживать, это у нас увеличиваются случаи, когда идет нарушение норм установленной калорийности блюд, вес, выход блюда, объем. Вот то, о чем родители говорят, да, когда начинают играть с такими вещами. У нас даже в самых, там, хороших школах есть пример, там, прекрасная школа несколько лет назад открытая в одном из районов. Да, мы приезжаем, и там вообще никак не учтенная, там, самая дешевая, просроченная замороженная колбаса идет в продукцию. То есть, это продукт, который не был учтен, то есть, он не проходил ни по одним документам. Либо другой пример, одно из наших прекрасных заведений, там, учебных кадетских. Мы еще в феврале прошлого года говорили о существенном снижении калорийности, которые там есть, материалы направлялись. И вот сумма на питание, там, детям была увеличена только с 1 января следующего года. То есть, целый год. И когда мы приехали в ноябре, то есть, фрукты и овощи в меню отсутствовали совсем полностью. И то, о чем говорят родители, там, температурный режим, когда яйцо там при плюс 30 хранится, а также ситуации, когда у нас мы находим запрещенные для употребления пищи детьми продукты, ну, вот, пресловутая пальмовая масло, да, сжилованная продукция. Это все есть. Это пример у нас есть конкретное, там, с конкретными учреждениями по конкретным районам. Поэтому проблема, она утрая и большая. И буквально еще там 15 секунд нас крайне волнует питание наших детей в детских домах, школах, интернатах и детей-сирот, которые учатся в колледжах и техникумах. Мы это в прошлом году выносили эту тему отдельно, направляли материалы, потому что с 2017 года у нас не было повышений на гособеспечение этих детей, этих сумм повышения. То есть в прошлом, в 2021 году эту сумму подняли на 10%. На 10. Вместе с тем продукты, у нас есть ряд продуктов, которые за это время поднялись на 350%. Да-да-да, а продукты подорожали, да, я понимаю. Продукты продажали, и причем эти суммы были еще на осень прошлой. Это без учета вот нынешнего увеличения. Вот буквально вчера мы получили там письмо от министра образования о том, что они собираются с первого года еще на 10% поднять. Но мы дали распадку полностью с калькуляцией. То есть вот примерное меню определенное, по которому они должны работать и работают. Там сколько грамм говядины положено на каждого ребенка. И вот даже это повышение суммы, оно не дотягивает не то, что до общего гособеспечения, куда помимо питания входит и одежда, и обувь, и проезд, и МВП, а даже на питание. То есть мы не понимаем, почему, исходя из чего, вот это увеличение на 10% идет. Исходя из чего? То есть никакой логики, никакой калькуляции не было. То есть давайте повысим на 10%. Давайте мы посмотрим, сколько фактически нужно средств, и будем повышать. Будем повышать с учетом инвесации, с учетом повышения стоимости этой продукции. Да, какие-то совершенно разные подсчеты из разных сфер, из разных калькуляторов, что называется. А состояние пищеблоков то же самое. Собственно говоря, о чем говорит мы, активно взаимодействуем с родительским контролем. Да, у нас было несколько обращений, когда мы направляли, допустим, документы в Роспотребнадзор для проведения экспертизы продукции, которая заходит. А вот, значит, пищеблоки, а у нас произошла модернизация, и это радует, да. То есть, собственно говоря, когда у нас современные пищеблоки, но когда на самом современном пищеблоке у нас, собственно говоря, выявляются те продукты, которые там быть не должно, и те условия хранения, то есть здесь все-таки, наверное, должен быть более серьезный, более жесткий подход вообще к системе этого контроля за тем, что происходит. Еще на одном примере приведу, вот мы в мае активно поехали в район, ну, 5 секунд. Дети с пищевыми особенностями. Вот мы две недели назад приезжаем в одну государственную школу, спрашиваем директора, есть у вас дети с пищевыми особенностями, которые там нельзя, продукты какие-то. Ну, например, молочку, да, или безглютеновые пищи. Да, молочку, безглютен и так далее. А нам говорит нам, нет, ну что мы знаем, если бы у нас были сведения, и родители принесли справки, мы бы обеспечили питание. То есть все хорошо по отчетности. Мы идем к медику тут же, и медик говорит, у нас есть 4 таких ребенка, вот их справки, они у меня есть в медицинских картах, родители их предоставили. И у нас вопрос, как? Ну, почему? Ну, то есть, и те данные, которые дает нам, не первое здравоохранение, количество детей с пищевыми особенностями, да, а мы ведь не забываем, что с 1 по 4 класс, это федеральные деньги, и на них мы обязаны кормить этих детей, да, и соблюдать свои условия, чтобы эти дети кушали. Если это диабетики, мы нельзя, там, чай с сахаром, да, то есть нельзя сладкое, нужна замена. Если это безлактозник, безглютенчик, там есть ряд существенных ограничений, да. Вот, а у нас проще отчитаться, то, что у нас все обеспечены, ну, как последний пример, у нас таких детей нет, соответственно, мы не разрабатываем отдельное меню для них, ну, и, собственно говоря, все хорошо. Как будто их и вовсе нет, да, как будто проблемы не существуют. Да, и по меню мы, конечно, очень долго бились, чтобы меню появилось на сайтах школ, потому что, когда говорят о доступности, вот, родительского контроля, да, как у нас родитель может оценивать проблемы, там, питания? Никак. А если в детском саду у нас в группе висит это меню, да, и родители, приводя ребенка, могут видеть его, то в школу, в обеденный зал, ну, вот, родители приходят, нас сейчас даже в школьные здания его не пустят, не говоря уже о пищеблоке, да. Владимир Владимирович, я прошу прощения, что перебиваю, просто времени уже совершенно не хватает. Я просто предлагаю в ближайшее время уже очно в студии продолжить этот разговор об этих проблемах, как вы смотрите на этот... Я всегда готов к этому, тема сложная, тема большая, и проблем по-прежнему много. Спасибо, действительно, столько всего нерешенного, столько всего, к чему следует прилагать усилия. Спасибо большое, Владимир Шабардино, полномоченный по правам ребенка Кировской области. На этом истекает время передачи сегодняшней «Народное мнение». Говорили мы о качестве содержания и питания наших детей в школах и детских садах. Об анкетировании мы упомянули, да, что запланировала все-таки глава региона на лето этого года проведение такого опроса. Посмотрим, во что это все выльется. Спасибо, Александр Грислис, журналист газета «Источник новостей». И Владимир Смитранин. Всего доброго, до свидания. До свидания. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Народное мнение